Всем привет, мальчики и девочки! На канале FastPixels я начинаю прохождение Cuphead. С этого момента мне все ролики будут с озвучкой моей собственной, моего собственного голоса. Будем услышать мои комментарии, мои оценки, мое мнение и прочие интересности, которые я могу вам привнести. Не забываем подписываться на мой канал, ставить большие пальцы вверх, они очень меня мотивируют к дальнейшей работе. Также переходим на телеграм-канал FastPixels Official. Ну и наконец-таки уже начнем это прохождение Cuphead полностью с самого начала с заполнением Delicious Last Course. Для начала я думаю пройду всю игру по умолчанию, как изначально это была, я играю за чашка по привычке, а потом уже пойдем в дополнение. Погнали! 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Ну что, как мы поняли, наши главные герои хотели как лучше, а получилось как всегда. Теперь надо будет собирать души, контракты. Нам сейчас чайник даст суперсилы, будем их тестить, погнали. Да, да, мы поняли, что даже самые мирные ребята будут сейчас самыми жесткими злодеями, да, самые простые ребята на самом деле станут самыми жесткими боссами, которые мы все потом будем ненавидеть. Особенно, когда будем проходить на харде. Стандартное обучение, правда, смысл для меня в этом обучении чисто, чтобы монетку набрать. Здесь цифры, да, я играю на клавиатуре, как вы видите, некоторые клавиши здесь не залипают, не используются, как, например, в стрельба с места. Ну, мне, в принципе, и так комфортно. Тестируем парирование. Спрошение, воскрешение, которое мы будем использовать, не будем никогда использовать, точнее, то, что играем в одного. Ну, кстати, для интереса, когда играешь вдвоем, и когда кто-то из твоих друзей, второй, там, игрок умирает, и ты его воскрешаешь, это все равно потом в конечной статистике будет считаться как смерть. То есть там же вообще есть потом статистика. Да, 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 типа мы поговорили. Для чего? Да, вот для чего. Чтобы монетки нам дали, и как раз у нас четыре монетки. Пойдем первую пушку возьмем. В качестве первой пушки я люблю брать бумеранг, ну, или карусель, как он здесь правильно называется, просто потому, что шаромет только после него появляется. Шаромет хоть и медленно стреляет, но больше всего урона наносит. А с бумерангом первых нескольких боссов просто наизичи можно будет разматывать. Сейчас посмотрим. Ну, конечно, сейчас сходим еще на лесных безумцев, чтобы еще монетки нам дали. Ну, как-то с этой первой пушкой я вообще могу долго плясать, бегать. Чуть ли не до второго или третьего острова можно с одной и этой дополнительной пушкой, что вполне ее хватает. Кстати, не забываем, что во время рангана враги спаунятся тут вообще бесконечно абсолютно. Можно стоять на одном месте, постоянно их отстреливать, и они все равно будут появляться. Ничего никакого прогресса не будет. Но это так, для новичков, кто будет в первый раз проходить, бояться дальше продвигаться и тому подобное. Блин, словил один урон, ничего страшного, в этот раз мы и так пробежимся, чисто чтобы пробежаться. Тут как бы смысл даже не сколько пройти на какой-то ранг, сколько просто заработать монетки. Ну, по крайней мере, я так делаю, особенно в первый раз. А уже в дальнейшем будем всякие там ачивки надо будет сделать, определенным образом пройти. Типа как на пацифиста, чтобы пройти ни разу никого не убив. Но это вообще не сейчас. Все, четко, браво. Пять монеток в кармане, погнали дальше. Кстати, напоминаю, чтобы пройти на следующий остров, не обязательно эти ранганы проходить. Нужно чисто боссов. Здесь чисто только монетки нам нужны. А тут я люблю брать дополнительное сердце, чтобы было плюс 1 хп. Но это не только для того, чтобы выживаемость повысить, а чтобы ранг получше выставлялся в итоге, по статистике. То есть нам в конце уровня, после каждого босса, нужно, чтобы минимум оставалось 3 хп, для того, чтобы был хороший ранг. То есть здесь на нормальной сложности это А+. А если потом на харде будем играть, а мы будем на харде, скорее всего, играть, это будет ранг С. Это минимум надо 3 хп. Вот, кстати, на овощебанде на первой фазе маррирование лучше всего и проще всего заработать. Поэтому я сначала бы ранг этот не использовал, чтобы успеть. Эту фазу скипнется, а там уже потруднее это все дело сделать. На второй фазе прикол есть, если луковицу, кто-то она появляется, не трогать. Некоторое время вообще вроне не носить. Она улыбается и исчезнет. Ну, то есть, по сути, вторая фаза скипнется. Но прикол, сложность в том, что на третьей фазе лукомарковки появится внизу свекла. Она будет туда и сюда ездить и очень сильно мешает. Лично мне вообще не нравится. По сути, можно так прикольно скипнуть. Но зачем это делать, если у нас с бумерангом у этой луковицы столько урона вносится, что, блин, она на 3 секунды исчезает. Ну, а все, первый пошел. Грейсию ранка плюсовую. Да, время, здоровье, парирование. Я все собрал. Высший доступный ранг здесь. Ну, вот первая банда минус. Первого босса сделали. Давайте в следующем пойдем. Раби и Клак. Они тоже, на самом деле, простые. Но почему-то некоторые в самом начале, особенно новички, прям, ну, как-то на них застревают. Просто надо правильно у них оружие подбирать, допустим, вот бумеранг в самом начале. Очень хорош, потому что вот так вот, если делать, то урон наносится сразу двоим. И поэтому урон наносится намного больше. Первая фаза скиплится намного быстрее. И насчет прерывания скажу тоже. Надо только в первой фазе успевать это сделать, потому что дальше это намного труднее. Не то чтобы было намного труднее, практически нереально. Потому что идет сработать. Поэтому иногда бывает, что просто первую фазу раза три-четыре перезапускаешь чисто для того, чтобы набить парирование этой штуки. И все. Вот тоже бумеранг, кстати, здесь хорошо работает. Потому что они с обеих сторон, что одному вновь, что если одному не внес, он развернется, бумеранг, и по-первых, даст. Это все. Ну а дальше дело за рандомом. Чисто мы же слот машины крутим. Ну это достаточно легкий рандом. Чисто вначале смотреть внимательно, где сверху или снизу прыгнуть. И все. Это потом уже сложность, когда выше, это посложнее, потому что они быстрее летают. Ну, два раза один и тот же рандом. Но ничего страшного. Урон-то все равно прилетает как следует. Мне, конечно, больше нравится другой вариант, где снизу просто летят такие штучки, не знаю, как их назвать. Какие-то бубны, что ли, по которым прыгаешь. Просто они ускоряются и все. А там еще больше, еще круче по урону получается. Еще один контракт на душу. Кстати, о, вот у нас открылся проход к Монзолее. Давайте туда сходим. Там нам ульту дадут. Довольно полезная. Ну, тут даже стрелять не надо, чисто парирование делать, это вообще в легкую. Ну, тут вообще ничего сложного, как видите, нету. Только вот мелкие, когда летают, они чуть быстрее, чем обычные летают, и все. Чисто на них внимание обращать. Вот так вот, все, победа. Вот и все, спасли. Золотую чашу. Сейчас она нам накачит еще магии. Будет ульта, первая ульта. Довольно интересная ульта. Полезная. Сразу дали ульту, сразу у нас просят ее экипировать. Она работает по принципу. Все карточки собрал, заюзал спецатаку и по горизонтали очень сильный луч бьет. Так, это у нас тут лодочник появился. Это путь на дополнение. Мы сейчас на него, наверное, не пойдем. Как я и говорил, нам сначала нужно будет пройти основной сюжет. Поэтому мы сначала в опасную трясину, попрыгончика убиваем. Кстати, попрыгончик является самым легким боссом в игре. Не знаю, некоторые вообще даже на нем умудряются как-то получать много урона, не проходить его, хотя вообще в легкую. Единственные три парирования, а вот и ульта, первое заюзывание. Достаточно много урона наносит, но, как по мне, иногда даже обычная способность использовать намного больше приносит урона. Тот же самый бомеранг на некоторых боссах прикольнее будет. Блин, зажал стенку. Сам только что сказал, что урона много люди получают, а сам за нем на самом легком-то получил. Но бывает такое вот веселуха. Ну вот и все. Третий готов. Очередной контракт. Вот, кстати, о чем я и говорил. Дополнительный один хп, в итоге три хп у нас остается, и все равно на доступен ранг А+. Следующий контракт у нас. Погнали наверх. Подойдем к этому чувачку. Он нам скажет, что нужно чертеж аэроплана исследовать. Так, что у нас тут? Ага. Нам тут расскажут, покажут, что-то стрелять, как тут летать, как тут все делать, суперсилу использовать. Ну, можете потренироваться, если вам хочется. В принципе, очень интересно. И все. И путь до следующего босса сразу откроется. Как только обучение пройдем. Первый летающий босс. Не знаю, не очень. Я люблю летающих боссов. Может, потому что на них пушки нельзя менять. Может, потому что они такие все слишком уж своеобразные. Но придется смириться. У него несколько фаз разных. Причем, если слишком много урона нанести, можно некоторые фазы пропустить. Теоретически. Наверное, здесь у меня получится. Главное, вот этой вот ракетой попадать по ней. Тут фазы, кстати, можно предугадать заранее, как там появляется созвездие. Как-то созвездие соответствует определенной фазе. Иногда можно столько урона нанести, чтобы сразу, там, допустим, овен скипнется. Хотя это очень редко происходит. Или еще как-то. Некоторые прям запоминают, а мне вообще как-то без разницы. Но появится, появится. Вообще пофиг. Ага, запарировать называется. Хотел кнопку, перепутал. В итоге плюшку получил. Ну, а вот все, последняя фаза. Давай, давай. На последней фазе вообще много всякой гадости влететь будет. Здесь надо бы... Ай, надо бы накопить. Блин. Я перепутал. Потратил. Хотел накопить на ульту. В итоге потратил. Слил очень. Ну ай, блин. Еще хп. Ладно, с одним хп закончим. Секунду позже бы еще меньше урона нанес. Все. Считаю, нужно было перезапуск делать. Ну, здесь, да, плюс даже не рядом. С одним хп вообще ни о чем. На бой даже. Ха, парирование не доделал. Да, и фиг с ним. Хильдоберг. Ладно. Третий, четвертый мост сделали. Западем, тиранган. Пройдем. Еще монеток собрать, чтобы уже на втором острове все потратить на новые пушки. Тут нам торопиться вообще особо некуда. Можно подождать немножко. Вот здесь, кстати, вариант. Либо вот так, с помощью парирования можно запрыгнуть, монетку забрать. Либо можно просто запрыгнуть. Это трудно, но это можно. Также там бабочка иногда летает розовая. На нее тоже можно сделать парирование и запрыгнуть до этой монетки. Просто, чтобы не перезапускать, иногда можно вот так попрыгать, попрыгать и все. И будет тебе монетка. Мы что-то, по сути, за монетами пришли. А, ну да. Как парирование сработает, если ты стоишь на платформе? Конечно. Минус 2 хп заработал. Но опять же, повторюсь, мне здесь вообще на ранг абсолютно кофе. Главное монеты собрать. Остальное вторично. Там хоть плюс... Пусть хотя бы 1 хп останется. Да и ладно. Чисто пройти. Кстати, почти всех вот этих финальных боссов можно перепрыгнуть, чтобы не убивать. Нам же ранг и пацифест, по сути, потом понадобится. А пацифест подразумевает, что нельзя убивать никого. А, ну да, еще и поторопился, конечно. Ну вот, 1 хп хотя бы остался. Да и ладно, монеты собрали. Пусть будет так. Все, прошли путь для магазина. Открылся. Но мы сейчас к нему не пойдем. Мы сначала поговорим вот с этим вот парнишкой. За ним, если кто-то заметил, сейчас стоит монетка, которую, как видите, сейчас невозможно взять. Ее можно было взять потом, когда мы босса пройдем. Грозную гвоздику. Ну давай, цветочек, покажи, что ты можешь. Кстати, тут тоже очень легко фазы скипается. Чем больше урона наносишь, тем вообще намного проще становится. Потому что есть очень надоедливые фазы. Где сверху сыпется там какие-то цветочки и прочее. А так просто урона вливаешь. И все. Главное успевать еще парирование сделать. Его можно будет набрать пока семена сверху падают в одной из фаз. Либо на последней, на финальной фазе. Здесь я урона поменьше буду вносить, чтобы розовые вот эти шарики спаунились. Часто чтобы набрать три штуки парирования. Так, все, три готова. Нет еще? А, нет, еще точно два же было. Точно. Сейчас будет третья. Ну, давай. А, вот все, третья. Все, ульту юзаем. Ну, ё-моё, блин. Там пол хп осталось ему, наверное. И тычку обязательно надо было в конце дать. Тем не менее. Время, здоровье, парирование, карты. Вот тебе А+. На пятом боссе первого острова. Отлично. Идем дальше. А, кстати, надо не забыть вернуться за монеткой. Вон она уже сместилась немножко. Давай-давай, грозную гвоздику забрали. Берем монетку. Берем. Да, все. Теперь у нас восемь монеток. Ну и погнали дальше на второй остров. Ну вот и все. Зашли к Кинг Дайсу. Он вам говорит, вот это да. Мы классные, мы молодцы. На первом острове и справились. Погнали на второй. Я думаю, на этом мы на сегодня закончим. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Заходите в телеграм-канал. Всем пока и до скорой встречи.